Гидроэнергетика Мы занимаем два берега Москва-реки, по 10 метров с каждого берега занимаем и полностью все 59 ТЭЦ из города Москвы убираем. Все началось 5 лет назад. Красноярский предприниматель Николай Ленев решил построить ГЭС. Изучая проекты уже существующих станций, обнаружил, что 90% стоимости строительства – возведение дамбы. Как сэкономить эти 90% и получить ту же энергию? Идея родилась случайно. Ездил на Телецкое озеро, переезжал в речку Лубию на пароме. То есть трос натянутый и паром ходит за счет весла. Поворачивает весло и паром этот за 7 минут 300 метров реки пролетает. Потом сидел на диване, смотрел на окно. Здесь шторы, там были жалюзи. Вот он, ряд. Все, и она у меня сложилась в копеечку. Вот так вот я ее и создал. Первую модель бесплатинной ГЭС из фанерных листов собрали ученики Шушенской средней школы всего за полторы недели. Сегодня Николай Ленев хочет изготовить установку из пластмассы. Во-первых, пластмасса долговечна. Она может находиться в воде сотни лет. Во-вторых, это дешево. 10-киловаттный блок весом 20 кг будет стоить порядка 3000 рублей. По мнению автора проекта, такая установка перевернет всю энергетику мира. Об этом Ленев писал президенту России в Совет Федерации, Госдуму и Академию наук. Надо, чтобы правительство России взялось и контролировало этот процесс. Ведь я разместил страницу в интернете, и ходят половина из зарубежных стран. Она сейчас распространяется по всему миру, и мы просто потеряем контроль. За четыре гора никто не... Причем здесь мой патент? Кто со мной будет согласовывать из США, например, что вы... А в суть подойдет? Это все будет потом. Это все будет потом. Понимаете? А сегодня мы теряем миллиарды, миллиарды долларов. Реакция властей – недоверие. Реакция специалистов – удивление. Ученые предлагают сотрудничество при условии совместных авторских прав на изобретение. Но проект уже запатентован, и нашелся инвестор. Первые десять бесплатенных ГЭС будут изготовлены в конце января. Николай Ленев хочет установить их на Москве-реке. По его словам, это будет энергетическая революция. Я ведь выполняю строго программу Анатолия Борисовича Чубайса. Строго по программе. Вот как он говорит, что генерирующие мощности должны быть в частных руках. Я именно так все и делаю. Строго по его программе. Поэтому ничего не нарушаю. Все по его программе. Так что с этой стороны я абсолютно спокоен. Он наоборот мне должен руку пожать при встрече. Марина Кузнецова, Денис Морозов. Первый канал бизнеса.